Артему Головачеву всего 13, а он уже победитель двух всероссийских конкурсов по стендовому судомоделизму. В Гатчинском конкурсе он набрал 90 баллов из 100. Я участвовал с моделью адмирала Кузнецова крейсера, занял первое место с кубком и соревнования прошли очень хорошо. У меня было много конкурентов по всей России. Артем Головачев не единственная гордость Бориса Глебского судомодельного клуба «Гангут». Два преподавателя – это мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион мира по судомоделизму Александр Кузнецов и мастер спорта неоднократный чемпион страны Евгений Попов – достойные примеры для подражания. Как говорят наставники, судомоделизм – это творчество, причем разнообразное. Спортсмен должен хорошо владеть навыками сразу нескольких профессий. Он должен уметь работать с древесиной, то есть выпиливать, вышкуривать, рубанком работать, стамеской, маляр. То есть модель надо покрасить, хорошо покрасить, чтобы она выглядела. Дальше токарь, фрезеровщик, в общем сборщик. И еще плюс спортсмен, он должен управлять моделью, выпускать ее на ходовых соревнованиях. То есть осваивается здесь все практически. К судомодельному клубу «Гангут» три года. В поселке Борисоглебский к нему огромный интерес. Здесь занимается 40 человек. Большинство – школьники. Однако возрастных ограничений нет. Например, самые маленькие судомоделисты приходят вместе с родителями. Ребята занимаются четыре раза в неделю, по два, а то и три академических часа. Сейчас он в включении должен еще подать пиликающий сигнал. То есть если он сейчас запиликает, то все подключено верно. Все, он запиликал. На занятиях ребята создают не только стендовые модели, но и ходовые. Их балансировку и маневренность можно проверить лишь на практике. Поэтому гангутская команда часто выезжает на озеро. Здесь ребята учатся управлять своей моделью и преодолевать соревновательные дистанции. И, судя по многочисленным победам, совершенно успешно. Александра Панкратова, Ольга Преснухина, Олег Лушников. День в событиях.